В одном из интервью вы рассказывали, что во время вашей работы в Нью-Йорке, да, вы работали в Америке? Да. Муж, то есть будущий муж ваш, ухажер, поклонник, приехал к вам, и вы сочетались с браком в Америке. У меня возник вопрос, это был какой-то институт американский или это в посольстве? Как вообще вот эти технические дела решаются? Вот человек работает в Нью-Йорке. Да, эта история надела много шуму. Ну, после слива фотографий. Да, недобросовестные наши блогеры, которые пытались найти в этом сенсацию, начали говорить о том, что я тайно вышла замуж в Америке. Бред просто невозможный. Нет, ну технически это как было? Действительно, технически это было. Мы познакомились в Москве, потом я решила работать в Нью-Йорке, но, видимо, чувства оказались настолько сильными, что мой муж приехал в Штаты. То есть у него сильнее оказались, потому что он приехал, а не вы в Москву вернулись. Ну, вообще, я считаю, что, наверное, действительно мужчина должен быть более наступательным, чем женщина. Я в этом абсолютно уверена, это точно. Не европейский тренд. Нет, а я, кстати говоря, не знаю. Как Улицкая сказала, мы на 150 лет отстаем от Европы. Ну, вы знаете, если взять, например, британскую литературу классическую, то мне кажется, что женщины никогда не были наступательными. Возможно, я чего-то не дочитала. Все времена меняются. Если, опять же, взять... Поэтому что вы подразумеваете по словам, так сказать, западная цивилизация? Вот классическая литература 18-19 до 20 века предполагали, что все-таки в женщине есть какие-то особенные... От литературы опять... Значит, как это было? Где вы расписались? Мы, да, расписались в российском консульстве. То есть там есть специальные... Конечно, да, для людей, которые являются российскими гражданами. Выдали свидетельство о браке. Никуда не ставили печать, кроме... Я не помню, свидетельство о браке есть печать или нет, но выдали свидетельство о браке. А учитывая, что паспорта, по которому я жила в длительной командировке, и так бывает со всеми дипломатами, им выдают дипломатический паспорт... Они по-прежнему синие? Нет, они по-прежнему зеленые, слава богу. А, зеленые, да. Синие это служебные паспорта, это инженеры и так далее. И красный общезагражданский. Поэтому в зеленый паспорт печать о вступлении в брак отметкой не ставится. Выдается свидетельство о браке. Вот с этим свидетельством о браке мы разъехались опять каждый к себе. И летали друг к другу. Ну, была какая-то такая возможность. Вот это так и было. По Америке скучаете? Да, но он российский гражданин. То есть, тоже там была какая-то информация. Да, да, он российский гражданин. Не просто российский гражданин, человек, который живет в России, и гражданином является Россией. Но просто так получилось, что когда я уехала в длительную командировку, вот чувства нахлынули, мы их оформили.